Одним из важнейших стратегических направлений деятельности Федеральной службы судебных приставов России Татьяна Игнатьева назвала развитие информационных технологий, которые в обозримом будущем позволят делать работу судебных приставов небумажной. Это предполагает максимальное использование современных средств связи, когда судебный пристав-исполнитель посредством электронного документа оборота с различными ведомствами собирает всю информацию о должнике и его платежеспособности, и таким же образом принимает оплату. Я не скажу, что Карачаево-Черкесия, к сожалению, это передовики в информатизации. Нет. Но работают грамотные сотрудники, которым мы, в общем-то, поможем. И с учетом вашего количества здесь вообще все летать должно. Очень плохо в республике налажена система взымания за должности по штрафам. Это в основном касается штрафов ГИБДД. Татьяна Игнатьева подчеркнула, что в Карачаево-Черкесии необходимо применить такую практику, когда квитанции о неуплате будут направляться в организацию, где работает неплательщик, и деньги будут автоматически перечисляться из его заработной платы. И нарушителей станет меньше, и работа приставов облегчится. Кроме того, из-за неточных данных, предоставляемых некоторыми организациями, существует проблема так называемых копеечных дел. Иногда доходит до абсурда. В некоторых делах указываются суммы в несколько копеек. Естественно, что фактические затраты на исполнение производства в сотни раз превышают сумму, указанную в квитанции должника. Но мы же не можем выбросить в корзину эту копейку. Мы же должны ее отработать. Минимум затрат на исполнительное производство, бумага, запросы и так далее, 300, по-моему, дай бог памяти, 15 рублей. Текучесть кадров – это еще одна из острых проблем ведомства. Татьяна Игнатьева отметила, что сменяемость личного состава в среднем 27%, а в некоторых регионах России – 90%. Сегодня судебный пристав-исполнитель получает 12-15 тысяч рублей. Такая заработная плата несоизмерима с объемом работы, подчеркнула также Игнатьева. Поэтому и наблюдается такая тенденция. Вопрос заработной платы не раз поднимался на федеральном уровне, но пока он завис в воздухе. Министерство юстиции Российской Федерации поддержало предложение о включении нас в проект по социальным гарантиям в отношении сотрудников отдельных органов государственной власти, куда включена была таможня, ФСИН, наркоконтроль и МЧС. К сожалению, это предложение Минюста не было поддержано Госдумой. Дошел законопроект до Госдумы. По одной простой причине, что если те все органы после принятия закона о полиции вообще никакого статуса не имели, вообще просто ноль, то мы все-таки государственные гражданские служащие, поэтому Госдума посчитала, что сначала нужно изменить статус для нас, а потом говорить о социальных гарантиях. Ведется также борьба с коррупцией. В некоторых регионах России действует необычная практика. Судебный пристав-исполнитель, который заявил о том, что ему предложили взятку, и способствующий поимке взяткодателя, получает денежную премию в размере предложенной ему суммы. Такая система уже дает свои положительные плоды. Фактических заявок о коррупции их стало в разы больше. Те же сотрудники ведомства, которые переступают закон, будут жестоко наказаны, подчеркнула заместитель главного судебного пристава России. Это касается и Карачаева Черкесии, это касается и в целом Российской Федерации. Говоря о законности, мы будем нещадно, каленым железом выжигать из наших рядов тех, кто несколько путает государственную службу личным карманом. Отдельно было сказано о новых полномочиях службы, выдворении иностранных граждан, помощь правоохранительным органам в розыске и задержании преступников, розыск должников и детей, в отношении которых вынесены судебные решения о передаче другому родителю или опекуну. Татьяна Игнатьева подчеркнула, что эти функции были приняты службой без увеличения штатной численности и материального содержания. Но эти вопросы ФССП России решила без погрешности. В 2012 году за пределы России выдворено более 14 тысяч нелегальных мигрантов. Что же касается этого вопроса, то в Карачаева Черкесии есть свои проблемы. В республике нет спецприемника, в котором по закону должны быть определены граждане, подлежащие выдворению. И этот вопрос также требует внимания республиканской власти. Атима Куршева, Михаил Каракелян. Итоги недели.